всех приветствую с вами снова александр из текущих фотографий вы можете понять что будет показано в этом видео я просмотрел свое вчерашнее видео еще раз и я понял что если бы я был не в теме то я бы ничего не понял а сегодня я попытаюсь более подробно и доступно объяснить я находил такую версию что это было что-то в виде осадков грязи и пыли и в общем-то из своих наблюдений а я поездил уже в радиусе примерно 100 километров и в горах и на склонах в низинах я наблюдаю все одно и то же теперь представьте себе это длительный процесс идет пыль грязь она затекает в окна постепенно засыпает какие-то здания рушатся какие-то покрепшие остаются стоять в результате к чему мы приходим объединяет все эти здания одно это все стены которые находятся под землей и что мы наблюдаем на этих стенах которые под землей либо балочно-кирпичные здания вот такие вот либо уже кирпичные у которых кирпич уже видно что более свежий ниже тот который находится под землей либо уже совершенно более современный в таком доме я жил где стены толщиной примерно 80 сантиметров высота примерно два с половиной метра окна нижняя часть мне пах верхняя часть совершенно не выступает из-под земли поэтому шестьдесят четвертом году я почему-то больше чем уверен что так не строили кирпичные стены большие окна потом засыпаны по моим наблюдениям вот это вот церковь тоже засыпана я пока еще до нее не добрался но надеюсь в ближайшем будущем доберусь и что нибудь надеюсь увидеть так как я уже довольно сильно не верю в википедии решил пойти другим путем и стал искать старые картины допустим десятый век одиннадцатый век двенадцатый век и очень странно картин практически нету в общем то броню хорошую там мечи и так далее научились хорошие вещи делать описать картины не научились это немножко как-то странновато если кто-то сможет найти такие хорошие картины пожалуйста оставьте мне ссылочку я бы хотел с удовольствием посмотреть подобное здание находил в котленбурге стена больше метра толщиной под землей на этой стене вот такое же балочно-кирпичное сооружение не находите это очень странно ватым и таких домов очень много они стоят либо на кирпичных стенах которые под землей либо на стенах из и свистника которые тоже находятся под землей и на какой глубине насколько их откопали везде по-разному поэтому желательно бы конечно попадать в подвалы но это вы же прекрасно понимаете не всегда возможно я разумеется слышал версию вулкане но никакой критики это не выдерживает это должен быть вулкан такой силы чтобы всю землю засыпал здесь я показываю старый город так называемый почему он старый моем понимании его скорее всего в первую очередь как раз и выстраивали те здания которые сохранились их просто восстанавливали а здесь уже начинали в первую очередь строить поэтому он и считается старым городом подобное можно увидеть во всей германии во всех городах такие есть старые города я это вижу даже в деревнях и почти в каждой деревне если мое видео не меняет ваше сознание попробуйте поискать информацию о пирамидах и по всему миру я думаю тогда все таки у вас возникнет вопрос а я буду оставаться альтернативным русским глазом в германии буду снимать и буду показывать так как я все таки своим глазам верю больше чем в википедии и надеюсь что вы своим глазам больше верите если вы конечно не биоробот надеюсь только что мои видео когда-нибудь помогут свободным независимым исследователям и они им пригодятся надеюсь на их помощь а у вас должны все таки возникнуть вопросы вот такие ворота если это ворота то они по высоте примерно три метра и почему всего лишь мы видим верхушку а все остальное находится под землей и 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 в следующем видео я буду показывать в основном античные здания также те колонны покажу о которых я таки не нашел информации только нашел то что во время войны это здание не пострадала на этом пожалуй все всем удачи счастья здоровья пока